Прошедшее партийное мероприятие правящей партии ПДС привлекло внимание СМИ и пользователей социальных сетей прежде всего тем, что его почтили присутствием те, кто по закону не имеет к партии отношения, а именно президент Майя Санду. Ведь согласно Конституции, главы государства и правительства не имеют права быть членом какого-либо политформирования. Это явное нарушение законодательства было сразу отмечено и вызвало волну негативных отзывов. А политичная по Конституции президент Молдовы в очередной раз посетила партийное мероприятие правящей партии. Майя Санду выступила на Национальном политическом совете ПАС, к которой формально и по закону не имеет никакого отношения. К трибуне вышел и премьер Дарин Ричан, который также не является членом правящей партии. Формально, пишет телеграм-канал Молдавский Крот. А какое отношение имеет президент к ПАС, интересуется Елена Месина. Почему на партийном собрании находится президент, логично ставит вопрос Денис Кудряков. Посещая подобные мероприятия, дам на президент нарушает закон, возмущается он. Как можно требовать, чтобы кто-то в стране соблюдал закон, если на него плюют с самого верха? Заметим, как и в других аналогичных ситуациях, президентура и соцсети Майя Санду умалчивают о ее участии в партийном собрании правящей партии. Майя Григорьевна и ее кураторы прекрасно понимают, что это прямое нарушение Конституции, отмечает канал Мамалы Гаитакана. О повестке прошедшего партийного мероприятия также можно было узнать из социальных сетей. Решили продолжить работу рядом с гражданами во имя нашего общего проекта «Вступление в ЕС», сообщает телеграм-канал КП в Молдове. «О каком вступлении в ЕС вы говорите, рептилоиды? Волны в тазике и пыль в глаза, видимость работы и не более», возмущается Юрий Бабалев. «Где европейские ценности, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и уважение прав человека?» – спрашивает Виктор Стародуб. «Делайте красивые достижения в реальной жизни, а не в интернете», – советует политикам Раиса Кистругомельник. «Одна из заявленных целей – победить на местных выборах осенью 2023 года». Телеграм-канал «Протесты в Молдове» сообщает еще одну цель, поставленную на мероприятие ПДС. «Политические трупы. Видели мы собрания и более, и где они теперь? И эти там будут», – так оценивает будущее ПДС Иван Синьковский. «Лучше не делайте ничего, вы только разрушаете все то, что еще осталось нетронутым вашими корявыми руками и бездарным руководством», – призывает политиков Юрий Бабалев. Итог обсуждения в социальных сетях подвел телеграм-канал e-news.md. «Рыба гниет с головы. И как можно надеяться на какие-то положительные реформы и изменения, когда в первую очередь закон нарушает самовласть в лице президента страны?» И на это обратил внимание и бывший вице-министр юстиции Николай Ишану. «Утопично надеяться, что у нас может быть законопослушная судебная система, пока президент игнорирует закон, запрещающий ему участвовать в деятельности политической партии», – отметил юрист.